Может быть, вы это и без меня знаете, но в интернете живут люди. Обычные наши люди, которые встречаются нам, в том числе и на улице. Я это к чему? Потому что очень часто, когда разговариваешь с людьми о мультимедийных проектах, есть такое представление об аудитории, что есть некие такие мифические цифровые люди, которые живут в интернете, у них какие-то свои отдельные интернет-потребности, какое-то отдельное интернет-поведение. Но это миф, это история про фантастику, про киборгов и отдельное существование сознания в рамках большой сети. Пока мы до этого не доразвились, не дожили, поэтому мы в сети общаемся с обыкновенными людьми. Почему важно об этом помнить? Потому что когда вы проектируете, либо когда вы оцениваете успешность, либо неуспешность того или иного мультимедийного проекта, важно помнить, что аудиторией этого проекта должны быть живые люди. У них есть свои интересы, у них есть свои мечты, свои ценности, своя картинка мира и свое представление о том, кто они в этом мире и чего они от него хотят. Это гораздо глубже описывает человека, чем обычная социология, в смысле обывательское представление об обычной социологии, когда женщина 23-45 лет, два высших образования, ребенок разведена, ну что-нибудь такое. Когда мы говорим об этом в таких привычных формулировках о людях, которые являются нашими пользователями, то есть некая безликая такая, знаете, как в инфографике условная женщина с условным образованием, но это совершенно ничего нам не говорит об ее поведении, ценностях, интересах и о том, что она выберет нас или очередной голливудский фильм. Помните, мы говорили о том, что мы боремся за секунду ее внимания. В качестве примера расскажу вам один из своих тренингов, которые мы часто проводим с маркетологами и медиа-менеджерами. Мы бьемся на 4 группы и каждая группа должна разработать свой медиапродукт, неважно на какой платформе, для охранников. Разница только в том, что 3 группы работают в помещении, там, где тренинг проводится, а одна группа принудительно отправляется поговорить с реальными охранниками в реальном здании и пообщаться с ними, повыяснять их интересы, их привычки и, в принципе, режим работы, чтобы на основании этого знания уже разработать свой медиапродукт. И что бы вы думали, сколько раз мы не проводили этот тренинг, результат практически одинаковый. Те 3 группы, которые работают внутри и не разговаривают со своей потенциальной аудиторией, делают журналы для охранников, иногда электронные, иногда на планшетах, иногда печатные. Они делают медиапродукты, которые рассказывают об оружии, о новых системах видеонаблюдения, о различных историях, связанных именно с охранной деятельностью. Те же люди, которые поговорили с реальными охранниками и на основании этого знания разрабатывают продукт, они практически всегда делают развлекательный журнал с анекдотами, с такими шарадами, логическими игрушками несложными, со знакомствами и с таким полезно-развлекательным чтивом. Потому что та должность, которую человек занимает, совершенно не определяет все его информационные интересы и совершенно не определяет его информационное поведение. Вот достаточно простой тренинг, но очень четко показывает, что мы, не общаясь с нашими целевыми группами, не общаясь с нашими конечными пользователями, создаем медиапродукты, исходя из своего собственного представления о том, чем они живут, чем интересуются и какие темы их будут волновать и интересовать. В этом смысле очень сильно хочется, чтобы ваши мультимедийные проекты были основаны не на вашем представлении о прекрасном, а базировались на тех ожиданиях, потребностях, может быть явно либо неявно выраженных, которые есть действительно у тех людей, для которых вы этот проект делаете.